Всем привет друзья! С вами снова Стич. Найдена еще одна новая пасхалка в GTA 5. Пасхалка достаточно грустная, так как действие происходит на кладбище, и в качестве пасхалки здесь выступает маленький пес, породы Терьер. Встретить его можно примерно в 11 часов утра, в день на кладбище Лос-Антоса за любого персонажа. Если последовать за песиком, то можно увидеть, как он подойдет к одной из могил и будет сидеть напротив нее достаточно долго. Вглядываясь в надгробную плиту, это вызывает чувство сострадания и беспокойства у игрока, при виде всего этого происходящего. Если погуглить в интернете, то можно выяснить, что это пес по кличке Бобби, живший в 19 веке в Шотландии и на протяжении 14 лет до его собственной смерти охранял могилу хозяина. За 100 лет до того, как мир узнал об истории преданности Хаттика, в Эдинбурге жил его предшественник верный пес Бобби. Джон Грей, хозяин Бобби, служил полицейским. Хозяин и пес дружно и практически неразлучно жили и совместно работали около двух лет. Джону Бобби достался еще щенком. На феврале 1858 года Джон Грей умер от туберкулеза и был похоронен в Эдинбурге на кладбище. Грей Фраерс. Пес сопроводил гроб до места захоронения, а когда товарищи покойного Грея ушли, он остался жить на могиле. На протяжении последующих 14 лет Бобби можно было практически всегда увидеть на могиле хозяина. Лишь иногда он отлучался для того, чтобы перекусить. Преданного пса подкармливал хозяин без лежащего кафе. Есть предание, что однажды Бобби чуть не уничтожили, как бездомного пса, но собака уже стала настолько знаменитой, что сам мэр города поручил взять его под ответственность муниципалитета. С тех пор Бобби ходил в ошейники, подтверждающие его законное право на дальнейшую жизнь в Эдинбурге. Бобби умер в январе 1872 года и был похоронен на том же кладбище, где и его хозяин. Сейчас в Эдинбурге есть бар «Грей Фраерс Бобби». Рядом с ним находится памятник собаке, выполненный в натуральную величину. Его установили в конце 1873 года, через два года после смерти пса. А спустя столетия, в 1981 году, на могиле Бобби в обществе помощи собакам в Шотландии, был установлен красный гранитный камень. Надпись на нем гласит «Грей Фраерс Бобби». Умер 14 января 1872 года, в возрасте 16 лет. Пусть его преданность будет уроком нам всем. Вот на такую грустную и печальную историю сделана эта пасхалка. Надеюсь, вам она понравилась, и вы прониклись в ее полностью. Если заплакал, то ставь лайк. Если стало грустно на душе, подписывайся на канал. И не пропускай новые видео по GTA 5. На канале практически каждый день выходят новые серии по GTA 5. Это и тайна горы Чилиад, и различные гличи и баги в GTA 5 онлайн. А также всевозможные пасхалки, секреты и тайны в игре. Также на канале ты найдешь про хрошение различных игр. На этом все. С вами был как всегда стичь. Всем до новых встреч. Пока.